Всем огромный привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наташа, и сегодня мы с вами идем делать обзор салона красоты в Санкт-Петербурге. Буду я делать сегодня коррекцию и окрашивание бровей. Вы уже могли видеть у меня ролик о бровях на канале, я вставлю куда-то подсказочку. И сегодня будет второй раз, когда я иду делать брови в Питере. Поеду я в салон красоты Люкс, находится он недалеко от метро Парнас, это на окраине Санкт-Петербурга. И иду я туда по купончику с Биг Леона. По купону услуга коррекция плюс окрашивание стоит, по-моему, 550 рублей, что, конечно же, довольно бюджетно. В прошлый раз я брови делала уже больше месяца назад, они у меня уже и отросли, естественно, краска смылась, я делала окрашивание краской. В этот раз я хочу попросить хной, потому что, говорят, она держится дольше. Сейчас у меня брови, вот, как видите, в первозданном виде. Больше, чем сейчас, они у меня обычно не отрастают, то есть всегда примерно вот так они у меня и выглядят, если долго ничего с ними не делать. Сейчас предпраздничный день, сегодня 6 марта, и, скорее всего, именно сегодня я и выложу этот ролик, потому что я, в принципе, собиралась загружать ролики по воскресеньям. Просто заранее, как-то на этой неделе, не получилось ничего отснять. Записана я в салон на 17.30, и когда я оттуда выйду, уже, скорее всего, будет темно. Поэтому не знаю, как получится заснять вывод, дома у меня достаточно темно. Возможно, я там зайду в торговый центр или в какое-то кафе и смогу записать там. В общем, посмотрим, поехали! Вот так выглядит салон красоты, студия Люкс на метро Парнас, это адрес Федора Абрамова, 8. Ну что, пойдемте. Так, друзья, мы с вами сразу в туалете. Я с улицы, там очень холодно, у меня глаза все слезятся. Сейчас немножко приду себя в порядок. Маленький-маленький туалет, это мой рюкзачок, если что. Салфеточки влажные. Кстати, прикольный кафель, смотрите, как сделала, красиво. Ну, вот так вот выглядит. Ну, в принципе, все так миленько, уютненько. Волосы не мешают. Пока что нет. Так, а вы подстригаете, да, брови? В прошлый раз подстригали мне, да. Я сама попросила, но мне все равно не принципиально вообще. Так, и все, что брови нельзя в ни в коем случае подстригать. Вот мне, кстати, говорили, только я не знаю почему. Почему нельзя? Потому что они портятся по своей структуре. Брови это другие волоски, не такие, как на голове. Они были мягкие. И у них очень тонкий кончик. Когда мы с вами обрезаем его, тем самым мы нарушаем его естественный процесс обмена. То есть у волоска жизни примерно 3-4 недели. Это у нас 4 фазы, когда он новенький и маленький. А, и он выпадает потом? Да, конечно. Просто у меня они, знаете, иногда растут, ну иногда бывают прям длинные-длинные, и они прям торчат, капец. Лучше их просто выщипывать. А, те, которые самые длинные. Если 1-2 у вас прям торчит, и они вас смущают, вы можете просто их аккуратненько убирать. Делаете для того, чтобы отрастить? Я ничего не делаю, я просто пришла, я как бы, у меня нет цели их отрастить, я их не хочу отращивать. Я просто наоборот, я очень долго коррекцию вообще не делала. И вот месяц назад, где-то, ну может чуть больше 3-х недель, не знаю, ну около месяца назад пошла, сделала. Вот, и решила, что почему бы не делать регулярно, зачем мне отращивать. У меня, наоборот, меня бесят то, что они когда длинные, сами-то волоски вот эти, которые ненужные, они очень быстро отрастают, они прям вообще сразу. А я вот что-то в купоне не помню, окрашивание было написано краской или хной? Я хной не работаю, только краской. А, да вы что, блин, а я хотела хной, капец. Не знаю, мне просто говорили, что хна держится дольше, у меня просто краска вообще не держится. На коже любой краситель держится от 2 до 6 недель, на волосках. У меня 3 дня, это потолок. Вот вообще потолок, 3 дня и все. На коже. Да. Да, ну это нормально, от 2 до 6 дней. А, показалось, вы сказали недель. Нет, на волосках краситель, краска держится 3-4 недели. Ну, на волосах-то у меня и так темный, по сути мне главное кожа, чтобы было. Ну, если вы хотите, чтобы у вас была прокрашена кожа, то вам нужно делать перманентный макияж. Ну да, обязательно, я все хочу-хочу, надо дойти. Сейчас у нас просто идет этап очищения от макияжа, пыли и других, как разогрязнение кожного себа. Понятно. А вы, кстати, чем пинцетиком коррекцию делаете? Работаю воском и пинцетом. А, и воском еще. Понятно. А нитью не работаете? Нет, не работаю. Я когда-то давно делала один раз. Прикольно. Необычно так. Вы знаете, хотелось чуть-чуть их сделать пошире, если есть возможность, на кожу прокрасить, например. Чуть расширить визуально. Я в прошлый раз тоже девушку просила, но, по-моему, ничего мне шире в итоге не сделали. По своей форме получилось. Химическая коррекцию, которая делает брови более послушными. Визуально они становятся более широкими, потому что мы их укладываем. У нас вообще обычные брови растут либо вбок, либо вниз. Прямо для нас образов, они только в начале у нас. То есть у нас обычно начало всегда гораздо шире, кажется, чем остальная часть бровей. Благодаря данной процедуре мы можем добиться эффекта более широких бровей, так сказать, более пушистых бровей. И, например, вот у меня брови вниз всегда падают, чтобы они не падали, я фиксирую их в таком положении. Ну вот у вас сейчас сломинирование, да? Сейчас уже нет. Сейчас у меня смысла? Сейчас у меня просто гелем они зачастны. Пеньки такие торчат. Всех, наверное, раздражает, когда вот это начинает отрастать. На самом деле они мне не сильно это прям отрастают. То есть вот так, как сейчас, ну, может быть, только разве что длиннее по длине, а по густоте вот они такие остаются. У вас нет аллергии у вас? Нет. По крайней мере ни разу не было. А вы под запись, да, работаете? Да. Вот так будет. Это новый салон, что на Беглеоне сейчас сделали? Он раньше вообще существовал, но закрылся вроде бы только пару лет назад, поскольку здесь не слишком качественные добросовестные специалисты, и было много жалоб, и они не справились и закрылись. А теперь мы заново открылись, тут другой управляющий, другой полностью состав. Поэтому, чтобы о нас тут больше людей узнало, мы пока что размещаемся на всех возможных площадках. Ну, правильно. Не, ну, здесь такой район, здесь, наверное, народу-то куча. Да, ну, просто конкурентов тоже много, поэтому... Ну, кстати, да, я пока обошла дом, там по-у-мнескому салону, только в этом доме. Да, в этом доме три салона. Прикольно, конечно. Ну, это быстрее же, да, намного, наверное, чем в этом. Быстрее и чище получается, потому что часто бывает, что даже при самом хорошем освещении глаз человеческий не захватывает некоторые волоски. Просто их не видишь, потому что они маленькие, светленькие, а воск, он не смотрит, он просто умирает. Я в просто раз тоже делала по купончику, ходила тоже. Мне делали только пинцетом, и это было так долго. Потому что тоже, ну, конечно, каждую-каждую волосиночку, даже какие-то вот совсем пушковые, мелкие, все равно она пыталась все убрать. Это было очень долго просто. Надо ждать, пока он подсохнет еще. А, он быстро подсохнет буквально. Еще минуту. Прикольно. Голубня. Ой, вы знаете, я и три часа так. Иногда я просто блогер со стажем, можно сказать. То есть я, в принципе, снимаю. Я путешественница просто вообще, как тревел-блогер больше. И раньше я прям снимала, знаете, влоги, ну, практически вот весь день свой, что я делаю, куда я хожу. И вот так весь день с протянутой рукой. Понятно. Это, наверное, опыт. Уже все на опыте. Сейчас прям никому нету, да? Больше, получается, клиентов. Пока что, да. Ну, там в косметологии клиенты, и вечером запись на волосы. Тут просто стихийная история, потому что с утра тут была полная запись. А, просто предпраздничные дни же сейчас, получается, 8 марта, все дела. И я, если честно, пока до вас добралась, я перезвонила в несколько салонов, и никуда уже нельзя было. Получается, мне приспичило внезапно, я вчера записывалась, то есть мне нужно было за сутки, грубо говоря. И просто вы, наверное, восьмой салон только, куда я вот смогла записаться. Кому я звонила, в смысле. А вы откуда приехали? Я с этого, с Девяткина. Ну, я маршрутка тут, да. С маршрутки, да, 800 какой-то там, да? Да, она прямая, в принципе, наоборот, удобно даже. Поэтому я сюда... Я сейчас подумала, у Девяткина, ну... Не, ну если метро, то долго, да. Да, далеко, но так, если на маршрутке нормально. Да, вообще 15 минут. Красная, это, плашечка такая. Так, не трогай. А, 10 месяцев. Ламинирование ресниц, говорят, держится очень мало. Не так странно это слышно, потому что у меня ламинирование ресниц держится по 2-3 месяца. Ну, оно как бы должно вроде как 2 месяца, такой заявленный срок, который вроде как обещают. Ну, вот я, допустим, делала ламинирование, причем мне говорили, что можно даже красить ресницы, да, при этом. Я делала ламинирование, и чтобы не испортить ничего, я максимум там ничего не красила, там, может, за все время, 2 раза за весь период. И у меня продержалось где-то месяц, при том, что я за месяц за этот, я говорю, если брать один месяц, я накрасила максимум один раз за месяц ресницы. Закрываем глаза. Ну, это очень странно, потому что я делаю ламинирование ресниц, и еще я часто являюсь моделью для визажистов, а именно для визажистов-преподавателей. И на мне зачастую отрабатывают какие-то новые техники ученики, либо просто я как манекен сижу и на мне просто показывают. В общем, мне клеят ресницы, красят тушью, всякие жесткие смоки и так далее и тому подобное. Но, и потом, естественно, я все это активно смываю там гидрофильным маслом и манцелярной водой. Но при этом у меня продолжает держаться завиток так же отлично, как и круто. А там же еще покраска обычно вместе с ламинированием. Вот я как вспомню, у меня краска вообще держалась там, ну, недели две, наверное, она продержалась. При том, что я не красила ни разу, я как бы максимально аккуратно старалась. Завиток чуть-чуть, конечно, подольше, да, где-то до месяца. Ну, как, месяц это уже так. Туда голову, туда голову, еще посиняющую. Немножко уже через месяц, ну, естественно, он не такой завитый, как изначально, но что-то сохранялось. А краска прям вообще быстро. А наращиваете обычно какие ресницы, черные или коричневые? Вообще по-разному, прям по настроению. У меня бывают бизики, что хочется прям супер-мега-эффектно. Я могу и 3D, ну, и 3D, черные, самые длинные. Вообще большую часть времени почти всегда наращиваю 2D. Ну, мне кажется, это вот такая. Такое, да. Ну, в принципе, и классику люблю иногда, ну, когда вот просто 1D. Ну, сейчас вот я наращивала в декабре последний раз. Очень хочу сходить. У меня девочка есть, к которой я постоянно хожу. Классно делает. Реально, вот что-что, ресницы держатся 2 месяца. Вот так мне нравится форма. Пока что. Ну, вообще, это ваша форма природная. Ну, вообще, мне обычно не нравится моя природная форма. Ничего, кстати. Вот я всегда против природы во всех этих. Во всем, чем можно, мне все почему-то не нравится. Прямо, ну, вы очень красивая девушка. Спасибо. Ну, так-то про всех можно сказать? Ну, у каждого свое, да. У каждого, конечно, да, по-своему красив. У каждого есть свои изюминки. Но мы зачастую просто достаточно слишком критичны к самим себе. И многих вещей другие люди не замечают. Когда ты там говоришь про какие-то свои асимметрии, на которые ты смотришь в течение всей жизни, каждый день. Естественно, ты их видишь. Когда человек тебя видит хотя бы один раз в день. Ну, да. Сейчас, знаете, есть такие очевидные комплексы у людей. Ну, там нос большой у меня. Который прям видно. Да, допустим, да. То есть я понимаю, что у меня там неровный нос. Да, это очевидно, это логично, понятно, что он мне, скорее всего, не будет нравиться. И это очевидно для многих, может быть. Особенно там девушек, да. А есть такие комплексы, о которых реально другие даже не догадываются. Я как-то пару раз говорила, ну, кому-нибудь о каких-нибудь своих там тараканах. И люди такие, в смысле, что серьезно? Типа никогда в жизни бы не подумал, что там это может не нравиться или вообще. И у всех что-то такое есть. А это что, он сейчас подсохнет? Краска. А, еще краска. Не видно. Прикольно. Под цвет волос, да, примерно цвет? Ага. Вот так вот на камере мне нравится. Ремонты тут у вас. Мне кажется, именно Парнаевс никогда не закончится. Это эти тоже какие-то коммерческие помещения, наверное? На первом этаже. На первом этаже здесь везде коммерческие помещения, но немножко это сверху. Ну, у нас тоже. У Мурина дома-то все новые. Ремонты бесконечные. Я думаю, наверное, уже лет, не знаю, в шесть. Хотя, да. У нас сейчас кондиционер на бровязке, регулирует оттенок. А что это значит, символизирует оттенок? Поменяется? У нас у всех в волосах и в коже есть определенные пигменты. У всех у нас есть синий, желтый и красный. Из этих трех пигментов составляется цвет наших бровей. Но мы все люди разные, и у всех нас разное количество соотношений друг с другом. Например, если больше волтового и синего, тогда выдается зеленый оттенок. Если больше красного и желтого, выдается рыжий оттенок. То есть это зависит от натурального цвета? Да. Это зависит от натурального оттенка бровей и подтона кожи. Если подтон кожи с розовинкой, то, соответственно, будет преобладать красный и желтый. Если подтон кожа такой оливковый, то будет преобладать оттенки зеленый и синий. Интересно, интересно. Да, это все просто база колористики, которой пользуются все. И бровистые, и безбежистые. Но это все, конечно, началось с парикмахеров. На кожу наношу защитный лосьон. Он успокаивает после коррекции. И поврежденной коже не дает помникать к этим бактериям, микробам и так далее. Так, ребятушки, я вышла из салона. Вот такой вот эффект прямо сейчас. Только после процедуры. На улице очень холодно. Поэтому пойдемте, найдем какое-нибудь помещение, чтобы сделать какие-то выводы. Так, друзья, мы с вами в торговом центре. Я тут примастилась в уголочке. Давайте попробуем здесь сделать небольшие выводы. Потому что, боюсь, дома уже будет сильно темно и будет просто ничего не видно. Вот так вот выглядят брови мои издалека. Что касается процесса. Мне очень понравилась мастер. Она была очень приятная, вежливая. Разговаривала, поддерживала диалог. Какие-то моменты объясняла, комментировала свои действия. В общем, девушка очень приятная сама по себе. Что касается бровей. Сразу могу сказать, что мне нравятся эти брови гораздо больше, чем те, которые мне сделали в прошлый раз. Если не видели, посмотрите. У меня совсем недавно был выпуск про брови в другом салоне. Тоже по Беглеону. Вот так вот, на вскидку, если на себя смотреть, мне очень нравится результат. Мои пожелания учли, сделали брови пошире, чем они есть. Правда, мастер не стала лукавить и говорить, что краска продержится две недели, как мне сказали в прошлый раз. Она так и объяснила, что от двух до шести дней держится краска на коже, а на волосках уже может держаться подольше. Давайте посмотрим поближе. Не пугайтесь моих прыщей, если что. Вот так вот выглядит бровь. Я понимаю, что немножко еще подсотрется. Завтра, может быть, послезавтра чуть другой будет эффект. Вот здесь, если прям придираться, видно, что немножко неровная линия. Но это, мне кажется, очень быстро уйдет. На самом деле, один раз умыться стоит, учитывая тем более, как у меня плохо держится вообще краска. Вот так вот, если смотреть, мне результат нравится. Я, как неискушенный человек, который делает брови крайне редко, как я вам уже говорила, могу сказать, что результатом довольна. По Беглеону это стоило 550 рублей. Напишите, пожалуйста, как вам результат. И если результат вам не нравится, не могли бы вы объяснить, почему? Потому что я плохо в этом разбираюсь, и мне будет реально интересно почитать. Ну, а я буду завершать этот ролик. Прямо сейчас еду домой, смонтирую его и выложу. То есть, все практически в реальном времени. Огромное вам спасибо за просмотр. Очень прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк. Вы не представляете, насколько это важно для начинающего блогера. Я буду вам очень признательна. Можно сказать, вы со мной с самого начала моей карьеры. Все, всем спасибо еще раз. Прекрасного вам времени суток. Не знаю, когда вы меня смотрите. И пока-пока. Увидимся в других роликах.